Добрый день, уважаемые коллеги! На прошлом вебинаре, посвященном презентациям, мы с вами разговаривали про инфографику. Сегодня же мы продолжим эту тему, потому что таймлайн тоже является одним из видов инфографики. Только он предназначен в первую очередь не отображение данных, не для отображения даты, а для отображения определенных событий. Причем это не просто какие-то события, а события, которые располагаются в хронологическом порядке. Очень важный признак любого таймлайна – это линейное отображение. И именно это линейное отображение помогает подавать сложную информацию намного проще. Плюс, конечно, еще визуализация, которая подчеркивает главное, отсекает лишнее, привлекает внимание к определенным моментам. Я для начала, для того, чтобы мы с вами немного размялись, в начале нашего вебинара покажу несколько примеров. И я хочу, чтобы вы их прокомментировали. Является ли представлена инфографика таймлайном? Если да, то почему? И насколько лично она вам импонирует? Пожалуйста, напишите в чате то, что вы видите на экране. Это однозначно инфографика, но является ли она таймлайном? Если да, то почему? Если нет, то почему? Для меня таймлайны являются одним из самых любимых, наверное, наравне со сторимэпами. Форматами отображения информации я посвящаю довольно много внимания в своей работе. И с удовольствием смотрю интересные примеры. И хоть мы собираем коллекции инструментов, с помощью которых можно делать таймлайны в том числе, мне кажется, что еще не все интересные приемы и находки можно реализовать с помощью стандартных инструментов. Так, нет таймлайн, слишком много ответвлений, нет тайной карты, нет шкалы, не является хронологией, нет начальной и конечной точки. Да, совершенно верно. Это инфографика, но это не таймлайн, потому что здесь нет единой линии, на которую нанизаны как бусины все происходящие события или все этапы какого-то алгоритма. Отлично. Следующий пример. Такого рода таймлайн вы видите чаще. И можно сразу сказать, что действительно таймлайном он является, потому что хронология здесь есть. Есть временная шкала, вот эти небольшие серые цифры с левой стороны средней, самой широкой колонки. Но что здесь не так? Почему это не инфографика, почему это не полноценный таймлайн, несмотря на присутствие временной шкалы? Так, жду ответа ваших в чате. Горизонтальный таймл воспринимается лучше, чем вертикальный. Да, такое есть, но это особенности, чаще верстки на экране монитора или в презентации. На самом деле восприятие – это только вопрос привычности и удобства. Так, нет единой темы. Да, возможно, это хороший признак таймлайна. Нет возможности разделить события. Вот новостная лента, которую мы чаще всего встречаем в СМИ, неважно, будь это физические, печатные СМИ или интернет-СМИ, они собирают ленту новостей действительно по хронологическому принципу. Но их хронология завязана на дате выхода новости, а не на дате происхождения самого события. То есть если бы мы могли собирать ленту в новостях по датам событий, а не по дате публикации вот этих вот новостей и материалов, тогда бы наши СМИ работали как раз по принципу таймлайна. Сейчас же все новости по умолчанию сортируются по дате их публикации. А значит, чаще всего на главной ленте выступали эти события. Мы видим хаос, который действительно не структурирован, не форматирован. Совершенно верно. Напоминаю еще раз, что таймлайн – это вид инфографики. А значит, его задача – представить сложные события максимально простым способом, максимально быстро считать информацию. Ну и еще один последний пример. Это уже вариант сайта музея. Я считаю, что таймлайны применимы практически во всех областях. На уроках истории логично представить на таймлайне какие-то исторические события. Логично представить на уроках географии, общества, знания. Но прекрасно работают таймлайны и в музеях, и в библиотеках, и в каких-то гуманитарных областях. А также можно хорошо показать с помощью таймлайна, как развивалась какая-то научная мысль, как от гипотез приходили к теориям, доказательствам и перестраивали картину мира. Таймлайны сами по себе очень и очень универсальны. Итак, что вы думаете о примере на экране? Является ли он таймлайном? Если да, то почему? Что лично вам в этом примере нравится или не нравится? Как обычно, мы говорим о примерах не просто так, а для того, чтобы развить в себе насмотренность, для того, чтобы научиться отделять хорошие примеры от плохих примеров. Так, вижу, нравится таймлайн, хороший. Да, линейная хронология. Снизу расположена временная шкала, по которой можно перемещать ползунок и сверху видеть более подробный таймлайн. Посмотрите, в этом примере нестандартны сразу две временные шкалы. Менее подробные и более подробные. Информации мало. Здесь упор идет на визуализацию, но более подробная информация будет при клике на какой-то из предметов экспозиции. Да, как видите, здесь есть синие плюсики, которые обозначают то, что дополнительная информация есть, просто она свернута, чтобы не отвлекать внимание. Мне нравится этот пример таймлайна тем, что он очень наглядный, очень визуально простой, но при необходимости всегда есть возможность получить больше информации. И вот суммируя все, что мы с вами сейчас проговорили, можно выделить некоторые особенности такого формата, как таймлайн. В первую очередь это линейность представления. Временная шкала, неважно, вертикальная она будет или горизонтальная, главное, чтобы она присутствовала. Даты не должны быть навязчивыми, их, конечно, должно быть заметно, но они не должны бросаться в глаза и уж тем более не должны 15 раз дублировать друг друга. Если есть временная шкала, то все даты на ней. Следующая особенность – это минимализм. Это диктует нам как современные принципы дизайна, так и сам формат. Визуальная выразительность часто путает нашего пользователя, часто сбивает его с толку. Таймлайн должен в первую очередь хорошо читаться. И вот если мы еще раз посмотрим на предыдущий, петергофский таймлайн, то увидим, что в нем минимум информации. Да, он кажется довольно красивым, довольно выразительным, но если мы обратим внимание, то, в принципе, на главной странице таймлайна только картинки. И все, ничего лишнего. И ненавязчиво показаны даты на временной шкале. Как раз, несмотря на то, что картинка довольно выразительная, этот таймлайн очень и очень минималистичный. Главная его задача, как и в любой инфографике, – это читаемость. Ну и, наконец, исключительная особенность таймлайна, это характерно именно для него, это два уровня информации. Когда мы смотрим на саму временную шкалу, мы получаем вот такое общее представление о последовательности событий. Но если мы начинаем с таймлайном работать, увеличивать масштаб, открывать карточки событий, мы погружаемся на второй уровень, на более подробную информацию. И можем ее уже не просто просмотреть, как на общем виде таймлайна, но именно изучить. Таймлайн – это вот такая вот матрешка, которая может иметь и больше уровней информации, но больше трех уже видеть нежелательно. Зачем вообще в таймлайне делить информацию на то, что видно с первого взгляда и то, что скрыто? Как раз для того, чтобы с первого взгляда была понятна самая важная информация. Сам таймлайн должен по себе быть, как я уже говорила, минималистичным. И если вы больше 30 точек ставите на временную шкалу, таймлайн, как правило, становится очень и очень плохо читаемым. Оптимально ограничиться рамками 10-15, карточками события, а всю остальную информацию зашить уже именно в них. Вы уже заметили, что когда я говорю про таймлайн, я делю его на две составляющие. Это сама временная шкала и карточки событий. Два разных способа подать саму хронологию то, что происходило. Показать какой-то временной отрезок, показать какие-то важные даты и прикрепить к ним более развернутую информацию о событиях, которые мы будем так и называть, карточками. Есть довольно много сервисов, которые позволяют работать с таймлайнами и делать их с той или иной степенью выразительности, с той или иной степенью удобности. Вот это, например, сервис Tiki-Toki, который позволяет делать таймлайны в двух видах. Привычная лента времени, которая пролистывается слева направо, и в формате бесконечного углубления такой своеобразный 3D-вид. Можно выбрать различную степень детализации карточек событий, но степень детализации шкалы времени остается всегда примерно одинаковой. Если у вас события отстают друг от друга на довольно большое расстояние, то приходится довольно долго пролистывать экран, чтобы перейти к нужному событию. Следующий сервис, как раз которым пользуется, как я понимаю, Директ Академия при составлении расписания, это сервис Timeline.js. Он состоит из ленты времени. Вот она расположена внизу. Здесь к ней привязаны события. И выше уже поле, в котором разворачивается, разворачивается, не просто открывается, а вот именно разворачиваются карточки событий. Когда вы кликаете на какую-то точку в Timeline, она подсвечивается. Как видите, вот сейчас одна из карточек выделена ярче, чем все остальные, а сверху появляется дополнительная информация. Еще один сервис для создания таймлайна – это Сутори. И он как раз позволяет работать именно с вертикальными таймлайнами. Здесь тоже можно расположить какие-то события, подписать даты, разделить на категории, сделать дополнительные ссылки. Очень интересный, но довольно редко используется сам по себе этот сервис. Можно таймлайны делать и без помощи сервисов, как делает это Арзамас, когда это уже чистая верстка, сделана на сайте. Но тоже посмотрите, какой чистый и аккуратный таймлайн. Вся дополнительная информация убрана уже внутри карточек. Нужно кликать на название карточки, чтобы ее прочитать. Но даже не совершая дополнительных кликов, можно колесиком мышки покрутить сайт и получить представление о теме. И PowerPoint и другие сервисы для создания презентации тоже позволяют работать с таймлайнами, только уже не как с отдельным интерактивным элементом, а просто собирать готовые таймлайны из элементов. Вот такой вот пример. Не совсем таймлайн, это карточки событий, которые прокручиваются стрелками влево-вправо, карусель, и сверху открывается более подробная информация. Что-то подобное мы с вами проработаем и сегодня. Несмотря на то, что создавать некоторое подобие таймлайна позволяет и Google Slides, и Canva, мы о них говорить сегодня не будем. Они не позволяют сделать второй уровень интерактивности, переход по определенным карточкам. Поэтому мы сосредоточимся на трех сервисах, как обычно, PowerPoint, также Prezi и Genial. В каждом из них мы рассмотрим, как делать уникальный именно для этого сервиса таймлайн. Можно прибегать к каким-то стандартным шаговым, стандартным настройкам, но мы сосредоточимся как раз на необычных вариантах, на том, как сделать что-то совершенно интересное. Я надеюсь, что после вебинара вы сможете придумать и сделать очень красивые, очень удобные и, главное, очень функциональные таймлайны. И начинаем мы, как обычно, с PowerPoint. Поскольку PowerPoint предполагает работу со слайдами, с экранами, таймлайн в нем, конечно, лучше всего делать горизонтально. Мы начнем с временной шкалы, обсудим, какой вариант временной шкалы лучше подходит для некоторых случаев, как на нем расположить и сверстать карточки событий, а затем продумаем навигацию по таймлайну. Будут ли карточки событий открываться в отдельном окне или как в таймлайне Директ Академии будут появляться сверху временной шкалы. Сейчас перед вами на экране три различных временных шкалы. Верхняя – это стрелка, такая система координат, на которой, как правило, точками отображаются некоторые события. Посередине другая временная шкала – это область, которая заполняется внутри некоторыми элементами. Как правило, делаются вертикальные засечки, и по ним уже можно ориентироваться, какое событие к какой дате привязано. Последний, нижний вариант – это такая заготовка, шаблон для таймлайна, это еще не готовая временная шкала, только заготовка, которая сделана с помощью смарт-арта, готовых шаблонов, готовых настроек для создания инфографики. У каждого из этих вариантов есть свои как преимущества, так и недостатки. Первый вариант – то есть когда мы рисуем стрелку и к ней привязываем уже некоторые карточки событий, не очень аккуратно. Довольно сложно привязать аккуратно события, сделать красивые ровные вывески, расположить карточки событий, привязывать таймлайну так, чтобы они были удобно читаемыми, не перекрывали друг друга и давали как раз общее впечатление о каких-то событиях, о каком-то временном периоде. На таком таймлайне неудобно и сложно показывать длительность события, потому что тогда отдельные элементы будут перекрывать друг друга. Он больше подходит для каких-то конкретных дат, для конкретных точек. Но в таком таймлайне, наверное, удобнее всего выделять отдельные какие-то моменты с помощью цвета. Они сильнее притягивают к себе внимание и смотрятся намного логичнее и аккуратнее, чем если мы будем делать временную шкалу остальными двумя способами. Если у вас немного точек, в районе, например, до десяти, если вам нужно выделить среди них одно какое-то ключевое событие, а лучше выделять цветом именно одно событие, если нет необходимости показывать дату, не даты, а длительность, период какой-то временной, то этот вариант таймлайна, вариант временной шкалы, в принципе, более чем подходит. К тому же он и делается довольно просто. Следующий вариант, когда мы выделяем какую-то область и внутри нее складываем карточки событий. Очень похож на диаграмму Ганта. Такой таймлайн заточен больше как раз под длительные события, когда нужно показать промежуток времени. Не просто какую-то дату, а именно промежутки времени. Такой таймлайн хорошо делится на линии. Например, мы можем сверху в верхней линии выстраивать события, связанные с военными какими-то действиями, ниже с соответствующими по времени явлениями культуры, еще ниже с явлениями, например, светской жизни или персоналями и так далее. Вот такой тип таймлайна как раз хорошо делится на линии. Каждая линия носит какую-то свою тематику. И в таком таймлайне удобнее использовать все-таки не выделение цвета, а группировку с помощью иконок. Это более аккуратно. Опять же, на главной странице Директ Академии вы можете видеть, как организован таймлайн. И вот такой же точный таймлайн.js позволяет добавить к каждому событию какую-то иконку и таким образом сгруппировать. Довольно много примеров именно таймлайн.js использования, но их легко повторить и в PowerPoint. Такой интерактивный таймлайн удобен, когда его нужно встроить на сайт и добавлять какие-то события. Если вы делаете таймлайн, например, раз и навсегда, не будете его добавлять, изменять, тем более не будете встраивать его на сайт, его довольно удобно сделать именно инструментами PowerPoint. И несмотря на все свои достоинства, у этого варианта есть один такой заметный недостаток. Для него сложно подобрать удобный масштаб так, чтобы все события читались. В большинстве случаев он подходит для еще меньшего количества событий. То есть сейчас у меня, например, на экране расположено 4 события. Если писать, например, не в одну линию, а в две и в три строки названия каждого события, то можно расположить также до 10 карточек событий. И, наконец, последний вариант временной шкалы – это как раз создание его с помощью рисунка SmartArt. Можно поискать в разделе «Процесс». Здесь как раз стрелки и события следуют друг за другом. Но можно поискать и какой-то другой вариант. В этом случае вы делаете таймлайн комбинированно. Основу, вот эту временную шкалу, вы создаете с помощью рисунков SmartArt, а дальше обычными объектами рисования, обычными фигурами добавляете карточки событий. Здесь так и сделано. Карточки событий я нарисовала сверху, рисунка в формате SmartArt. Вы знаете, что любой рисунок SmartArt можно по клику правой мышки тоже превратить в фигуры, чтобы он уже не редактировался, а зафиксировался в том состоянии, в котором вы его оставили. Опять же, в таких таймлайнах можно использовать несколько линий, располагать строчками информацию, но также в конкретно данном примере достаточно много места для того, чтобы какие-то события привязать к конкретной дате. Я сделала стрелку, которая показывает на кружок с датой. Вот, например, сегодня вебинар, 11 марта, и третье событие привязано именно к нему. Здесь меньше строгих правил, больше пространства для экспериментов, и вы всегда можете попробовать подобрать какой-нибудь SmartArt для того, чтобы создать более интересный таймлайн и, опять же, меньше возиться с настройками фигур. После того, как мы выбрали, как будет выглядеть наша временная шкала, мы переходим к созданию карточек событий. Карточки событий существуют в двух вариантах. Первый вариант – это свернутые карточки событий для расположения внутри таймлайна. Второй – это развернутые карточки событий, которые располагаются либо на отдельных слайдах, либо занимают большую часть слайда с современной шкалой. Для карточек событий я выделила тоже несколько основных принципов создания. Когда мы делаем свернутый вариант, мы называем события как можно более кратко. Не пишем даты, потому что даты расположены на временной шкале. На карточке событий нет необходимости на свернутой обозначать какую-то дату. Можно обозначить дату на развернутой карточке событий. Стараемся избегать однотипности. Если мы разговариваем про музейную деятельность и на таймлайне рассказываем про выставки, и у нас 15 карточек событий, каждый из которых начинается со слова «выставка», среди них сложно найти именно то событие, которое сейчас интересно пользователю. Старайтесь, чтобы карточки назывались максимально разнообразными. Дальше, естественно, одинаковый шрифт и размер. Чтобы не было перевеса в сторону какой-то карточки, лучше всего, например, сразу создать все нужные карточки и начать подбирать подходящий шрифт, с той, у которой самое длинное название. Можно добавить к карточке свернутой события иконку или фотоиконку. Иконка – это простой линейный объект, а фотоиконку потом в развернутой карточке события можно привести уже в полном, необрезанном виде. Ну и, конечно, к свернутой карточке событий прикрепляется ссылка на развернутую карточку. Вот один из вариантов свернутой карточки события. Пример, как делать не надо. Что здесь плохо и неудобно? Слишком длинное название, тем более три строки. Дата, которая и так должна быть видна на самом таймлайне. Изображение существует отдельно от карточки событий. Оно просто поставлено внутрь и не является его частью. С таким же успехом его можно было выкинуть. Вот так можно было бы сделать более правильно. Обрезать картинку в фотоиконку, сделать краткое название. И на таймлайне такая карточка займет намного меньше места. А более подробную информацию пользователь получит уже в развернутой карточке. Вот, в принципе, для сравнения. Как вы видите, второй вариант – маленькая карточка – позволяет расположить на таймлайне намного больше событий, не теряя при этом в их читаемости. Если вы не согласны со мной или хотите дополнить, пишите, пожалуйста, в чат. Я всегда прислушиваюсь к вашему мнению. Ну и, наконец, на карточке событий мы делаем ссылку на развернутую карточку. И ее можно сделать как в отдельном окне, так и сверху шкалы. Вот первый вариант будет куплен следующим образом. Слева слайд таймлайна. Каждая карточка – это ссылка. То есть не текст, а именно сам прямоугольник – это ссылка на определенный слайд, где расположена дополнительная информация. И ниже вот этих вот слайдов расположена кнопка возврата обратно ко всему таймлайну. То есть все просто. Один слайд презентации – это шкала времени с прикрепленными событиями. И столько дополнительных слайдов, сколько событий вы показываете на таймлайне. Кнопка «Перейти на определенный слайд» и кнопка «Вернуться, например, к первому слайду, вернуться к слайду таймлайна». Второй вариант немного дольше в создании, но выглядит он аккуратнее. Слева точно так же слайд, с которого может начинаться наш таймлайн. Здесь временная шкала, четыре события, и первая из них сейчас открыта сверху над лентой времени, полностью показывает информацию. Мы копируем временную шкалу и вставляем ее на то же самое место для всех остальных слайдов, на которых будет расписана информация о событии. Когда человек кликает на какое-то событие, открывается просто другой слайд, но поскольку лента времени остается на том же самом месте, создается ощущение перелистывания. Это можно дополнить с помощью какого-то интересного эффекта перехода слайдов. Немного подольше, но эффектнее и привычнее тем, кто чаще видит таймлайны в интернете, нежели в презентации. И завершая разговор про PowerPoint, я, конечно, упомяну о том, что и в самой программе есть готовые дизайны презентаций для создания именно таймлайнов. Больше всего подходящих результатов я нашла по запросу шкалаты, временная шкала, и здесь вы можете подобрать какой-то из макетов. Не все из них, это, конечно, таймлайны в прямом смысле, некоторые не соответствуют, но, по крайней мере, вдохновиться и взять какие-то элементы из них можно. Если вы выбрали макет, его всегда можно кликнуть и пролистать его странички, убедиться, что он вам подходит. Звук можно ли наложить на текст? Если вы собираетесь наложить звук на текст, вам лучше использовать первый вариант, когда вы кликаете по карточке и переходите на другой слайд с развернутым событием. И именно к этому слайду вы применяете нужный вам звук. Можно добавить какие-то управляющие элементы. Например, можно записать всю озвучку в виде одного файла, а к таймлайну прикрепить управляющие кнопки, которые переходят на определенные закладки в вашем аудиофайле. Подробнее можно посмотреть в прошлогоднем вебинаре, точнее весеннем вебинаре прошлого учебного года про мультимедийные презентации, про мультимедийные форматы презентации. Заткли есть на канале YouTube. Отлично. Если с PowerPoint все, переходим к Prezi. И у этой программы, естественно, у этого сервиса есть свои особенности. И здесь мы можем создать таймлайн в формате бесконечного путешествия сквозь время. Здесь тоже есть несколько вариантов. Точно так же мы сначала выбираем какой-то, не просто временную шкалу, а выбираем какой-то крупный период времени. Внутри него выделяем период, и в нем показываем события. То есть здесь потребуется вставить промежуточный первый файл, в котором будет несколько крупных периодов времени. Иначе с таймлайнами в Prezi работать не очень удобно. Внутри него уже какие-то конкретные даты или более длительные события. И сверстать вот такой таймлайн можно как шкалу, а можно как полет. Сейчас я покажу, как они выглядят, чем различаются и как сверстаются. Вот это вот рабочее окно Prezi. Я делаю здесь верстку таймлайна в формате шкала. То есть шкала, это движение будет слева направо. У меня есть заглавный слайд, где есть название самого таймлайна, и три крупных периода. Как видите, слева в навигаторе моего проекта точно так же показан первый слайд, и показаны внутренние слайды, так и называется первый период, второй период, третий период. Цифры на них обозначают, сколько внутри слайдов. То есть в первом периоде находятся слайды со второго по двадцать первый. Примерно двадцать слайдов внутри каждого вот такого вот набора. Перехожу внутрь. Это внутри первого периода. Как вы видите, на большой картинке не показано, не видно вот этих маленьких фиолетовых кругов. Когда я перехожу глубже, углубляясь в наш таймлайн, они появляются. Каждый из них может отображать отдельное событие или отдельный год. И это как раз вот топики по терминологии Prezi. Есть главная страница. Это топики. Каждый год сам по себе это сабтопик, который открывается вот таким вот образом. Это карточка событий, где я могу написать информацию, добавить какие-то иллюстрации, добавить какие-то мультимедийные файлы, тоже видео или аудио, например. И затем с этого файла, с вот этого события я хочу, чтобы мы переходили не обратно на предыдущие слайды, а переходили сразу на следующий год. Для этого в окне навигатора, вот здесь слева, я ищу внизу кнопку «Настройки пути по оттсеттинг» и в появившемся окне расставляю вот так вот акценты. Первая группа – это как мы будем перемещаться между топиками. Сейчас я выбрала вариант, что после того, как мы просмотрели какой-то временной период, мы возвращаемся на домашнюю страницу, на заглавный слайд. Вторая группа – это как мы перемещаемся между сабтопиками, то есть между годами или между отдельными страницами. Я выбрала вариант не прерывать проигрывание, не возвращаться на предыдущую страницу. Когда я буду щелкать презентацию, нажимать кнопку «Далее» или буду крутить колесиком мышки, у меня пойдут события показываться одно за одним. И когда закончены события, относящиеся к одному периоду, я окажусь снова на главной странице всего таймлайна. Итак, понятно, как мы делаем? У нас три уровня. На первом уровне – домашняя страница, на втором уровне – страницы крупных периодов. Внутри этих крупных периодов мы кладем отдельные события или отдельные года с описанием. Всего три уровня. Главное – то, как мы перемещаемся между ними. В следующем формате верстки, да, в верстке «Полёт» нет ограничения на уровень вложенности. Здесь мы создаем бесконечное углубление, бесконечно добавляем новые и новые саптопики. Точно так же вы видите сейчас перед собой главную страницу. Внутри ее один топик. То есть это вот чисто служебная страница для того, чтобы начать продвижение в глубину. Когда мы возвращаем колючий камушек, мы проваливаемся внутрь этого таймлайна. Здесь ровно один топик. Так он может выглядеть. Я описываю первое событие соответствующего года. Здесь я не делю на какие-то периоды. Просто описываю первое событие и создаю внутри него саптопик. Например, могу указать дату следующего события. Снова крутим колесиком мышки и проваливаемся уже в 89-й год. Здесь точно так же описание событий, иллюстрация при необходимости. И снова создаем очередной саптопик, обозначая уже тот год, который пойдет в следующем. Итак, раз за разом для каждого следующего события мы создаем именно саптопик, чтобы движение шло у нас именно в глубину. Но здесь оно по факту идет в глубину и немножко вправо. Настройки пути выстраиваются следующим образом. Мы везде выбираем второй вариант не возвращаться на предыдущую страницу. Когда мы углубляемся в презентацию, мы постоянно идем все глубже и глубже и глубже, не делая шагов назад. В принципе, это все, что нужно знать про Prezi. Сам сервис очень и очень удобный. Нужно просто разобраться, где топики, где саптопики и как между ними идет перемещение. В зависимости от того, работали вы с ним раньше или не работали, вам может быть несколько сложнее создать онлайн или, наоборот, несколько проще. Как раз мне нравится Prezi тем, что информация, которую я добавляю, например, на третий уровень, не будет видна на втором уровне. Это очень удобно для того, чтобы расположить иллюстрации, которые будут видны только в том случае, когда вы дойдете до определенного года. Так, вопросы по Prezi? Все ли понятно? Может быть, еще какой-то вариант верстки вы можете предложить? Отлично. Тогда двигаемся дальше. Следующий сервис, с которым мы работаем, это Geniali. У Geniali, как и у PowerPoint, есть свои собственные заготовки для работы с таймлайнами. Их можно найти, когда вы создаете новую презентацию в разделе «Инфографика», «Горизонтальная инфографика». Здесь много таких вот макетов, и часть из них помогает сделать именно таймлайны. У Prezi, как и у большинства сервисов, которые я показываю на этом треке, есть режим платного и бесплатного доступа. Это вариант Freeware, то есть частично функции доступны бесплатно. Для того, чтобы получить какие-то функции, нужно доплатить. Так, например, в Prezi очень удобный инструмент для создания инфографики, но он доступен только в платной версии. То, что я показываю вот на этом треке, и в том числе то, что я показываю сейчас в таймлайнах, собрано на полностью бесплатном, в принципе, функции более чем хватает. Итак, вернемся к Geniali. Как и в большинстве вот таких вот веб-сервисов, готовые шаблоны здесь очень яркие, очень выразительные, очень игровые и не всегда они по тематике подходят. Поэтому в некоторых случаях удобнее создавать презентацию не из какого-то шаблона с инфографикой, а из пустого, из базового шаблона. То есть любой базовый шаблон вы выбираете. И при создании первой презентации Prezi сразу спрашивает, а какие шаблоны слайдов вы хотите включить, какие макеты вам нужны. Если вы полистаете список макетов, вы увидите здесь два макета для создания таймлайна. Нужно выделить галочкой и добавить, нажать кнопку Add, они добавятся в вашу презентацию. Я попробовала разные варианты, но с моей точки зрения вот такие вот заранее готовые таймлайны, во-первых, выглядят не очень выразительно, во-вторых, они сделаны из каких-то своих соображений, их тяжело подредактировать так, как мне нужно. Да, я могу уменьшить или увеличить количество событий, но все это займет довольно много времени. Поэтому в Prezi, простите, в Vergenial я предпочитаю работать с таймлайнами с нуля. Тем более это довольно просто. Порядок работы точно такой же. Мы сначала выбираем и настраиваем временную шкалу. Затем, вместо того, чтобы делать карточку событий, мы добавляем интерактивные элементы и уже к ним привязываем или карточку события, или развернутую карточку события, то есть еще одну страницу этой презентации. Временную шкалу можно написать, можно собрать из элементов, а можно загрузить уже готовую. Я взяла вот такую разноцветную. Это из бесплатных наборов инфографики, которых очень много в интернете. Тут просто подбираю вариант, который мне нравится, добавляю сюда даты, я написала их просто сверху, и начинаю добавлять интерактивные элементы. Вот обратите внимание в том, что в Genial интерактивные элементы можно добавлять совершенно по-разному. Во-первых, есть такая прямо вкладка, на которую можно найти именно интерактивные элементы. Они могут выглядеть как кнопки. Кнопка привязана у меня к 80-му году. Кнопку можно отредактировать, поменять или удалить иконку, написать свой текст, но сначала нужно ее разгруппировать, отредактировать и только потом настроить интерактив. Иначе, если вы сначала настройте интерактив, а потом кнопку отредактируете, а при этом ее нужно разгруппировать, то ваш весь интерактив сломается. То есть сначала редактируем кнопку, потом привязываем уже карточку событий. К 79-му году я привязала кнопки. Их наборы, их довольно много, когда вы наводите мышку на кнопку, но кнопки увеличиваются в размерах. Именно этим и отличается раздел интерактив, тем, что в нем элементы анимированы. К 81-му году привязан маркер вопроса. Опять же, когда вы наводите на него мышку, он подпрыгивает. В разделе интерактив сразу можно найти какие-то анимированные элементы. Но можно сделать так же, как я сделала в 78-м и 82-м годах. Я просто выбрала подходящую картинку. Это может быть иллюстрация, это может быть фотография, это может быть элемент в формате PNG с прозрачным фоном. И любой из них может выступать как интерактивный элемент. Для этого нужно на него кликнуть, выделить, и у вас появятся дополнительные кнопки. Вот левая кнопка, рука, которая нажимает на какую-то область экрана, это и есть знак интерактивности, который используется в GENIAL. Если вы на нее кликните, появится дополнительное окно, в котором вам будет предложено выбрать, какое именно действие должен GENIAL совершить. Tool-тип, подсказка для небольшого объема информации, если вы хотите сделать краткое описание какого-то события. Дополнительное окно Windows, когда много текста, и мне кажется, именно этот вариант лучше всего подходит для создания полноценной развернутой карточки события. Следующий вариант. Перейти на страницу. Это как в PowerPoint, когда мы кликаем на элемент, и переходим на отдельный слайд. А потом возвращаемся обратно на таймлайн. Можете использовать его, если у вас либо очень много информации, либо какие-то специфические слайды, сделанные для карточек событий. Или если у вас они уже есть готовые, например, вы не собираетесь их переделывать. Ну и, наконец, линк — это ссылка на внешний объект. Для примера я выбрала как раз вариант в окне Windows. И мне предложен вот такой вот редактор для создания карточки событий. То есть интерактив настраивается, создается прямо в отдельном окне. Не то, что настраивается, а прямо создается. Слева вы видите панель, в которой можно переключить тип интерактива. Сверху, где мне написано 8 сентября 1380 года, это служебное название элемента, чтобы легче его найти среди остальных. Дальше сверху кнопки выбора размера окна, и затем идет редактор. Так как обычный текстовый редактор, в принципе, у него очень и очень хорошие возможности. Можно не только выбрать шрифт, размер шрифта, выравнивание, но и встроить картинку, видео, таблицу, какой-то исполняемый код, поиграть с цветами, попробовать поставить сразу какие-то внешние ссылки, которые позволят перейти на какой-то другой внешний сайт. Это нужно для создания третьего уровня работы с таймлайном. Если пользователь заинтересовался, он уже переходит на третий уровень, на самостоятельную работу с материалом. Но не во всех таймланах есть такая необходимость. Так будет выглядеть этот таймлайн при просмотре. Если вы показываете его через прямую ссылку Geniali или встраиваете на сайт, справа сверху появляется значок интерактива, который говорит о том, что здесь есть кликабельные элементы. Все кликабельные элементы, так же, как в PowerPoint, меняют курсор со стрелки на руку. И вот сейчас я кликаю на один из интерактивных элементов, и у меня появляется карточка события. Я сделала таймлайн довольно крупный, у меня здесь мало карточек событий, но можно сделать его более мелким и тогда вместить здесь и 10, и 15 событий, но, наверное, больше 12 в Geniali я бы не добавляла. Эта карточка сейчас самая крупная, она занимает максимум места на экране, а вот если бы на этапе редактора я сверху поменяла радиокнопку на Medium, на средний размер окна, то карточка события выглядела бы следующим образом. Есть еще один вариант, маленькая карточка событий. В этом случае она выглядит, как вертикальная вот такая вот полоска с узкой колонкой текста. И с ней хорошо работать, если вы рассчитываете, что большинство людей будут просматривать ваш таймлайн на мобильном телефоне. Тогда она позволяет сразу определить, какой объем текста лучше добавить в карточку события. Ну и в качестве еще одного примера, если у вас мало информации, мало дополнительного текста, если вы не собираетесь добавлять мультимедийные элементы, фото или видео, то можно брать не окно для карточки событий, а можно выбирать инструмент подсоединения «Подсказка». В этом случае я удаляю картинку, и подсказка будет выглядеть следующим образом. Она появляется, когда я навожу мышку на интерактивный элемент, то есть кликать не обязательно. Я навела мышку, и у меня появилась всплывающая подсказка. То есть она будет всплывать в том месте экрана, где находится сейчас курсор. И как видите, в такой подсказке тоже можно увидеть ссылку на внешние ресурсы, то есть тоже перейти на следующий уровень изучения информации. Итак, чем между собой отличаются различные сервисы при работе с таймлайнами? В каком из сервисов какой таймлайн делать проще всего? Prezi лучше всего подходит для того, чтобы создавать таймлайны визуальные. Они будут очень красивые, можно добавить большое количество картинок, тематический задний фон, какие-то декоративные элементы. И сам по себе вот это впечатление бесконечных полет сплошь века, конечно, производит большое впечатление. Prezi в этом плане действительно самый впечатляющий, визуально красивый, и при этом для создания таймлайна никаких особых навыков не нужно, и все делается довольно просто. Geniali хорошо подходит для самостоятельной работы с таймлайном. Здесь вся информация собрана на главной странице, на одном слайде, и уже дополнительную информацию можно получить кликая на элементы или переходя на другие слайды презентации. С помощью инструментов Geniali как раз хорошо выносить элементы интерактивности. Это смотрится особенно для более юной аудитории, как выглядит привлекательно, когда они наводят мышку на элементы, он там подпрыгивает, увеличивается в размерах. Geniali фактически имитирует более сложные интерактивные сервисы. В нем создавать таймлайны и особенно карточки событий немного сложнее. Нужно понимать принцип верстки, где нужно найти кнопку для того, чтобы изображение встало в текст, а не повисло посреди карточки. Поэтому с ним работать несколько сложнее. PowerPoint, как обычно, очень и очень универсальный. У него больше всего способов и вариантов для создания таймлайна. Есть вариант настроек, триггеров, которые позволяют подсветить карточку, которая выбрана в настоящий момент, подсветить все карточки, по которым уже переходил пользователь. Но PowerPoint плохо подходит для создания трех уровней таймлайна, то есть для вывода нашего пользователя, нашего ученика на третий уровень самостоятельного изучения. Он, как обычно, предполагается именно вещью в себе, чем-то для работы внутри именно самого PowerPoint, а не для прогулки по тематическим сайтам. В принципе, это все, что я хотела вам сегодня рассказать. Сейчас я могу ответить на ваши вопросы по самим сервисам или по формату таймлайна. Но если у вас есть уже какие-то готовые таймлайны, или если вы после вебинара захотите попробовать и показать какой-то интересный вариант, вы всегда можете обратиться ко мне по e-mail, задать вопросы или действительно скинуть ссылки на ваши работы. Я всегда с удовольствием их смотрю и помогаю в вашей непростой деятельности. Вам тоже большое спасибо. Мне очень приятно с вами работать и рассказывать вам что-то интересное о том, что я знаю и умею делать. Я напоминаю, что этот вебинар – это часть трека. Трека по созданию презентации в различных программах и сервисах. Следующий состоится в апреле, и он будет посвящен уже теме создания интерактивных форматов. Мы будем точно так же работать в нескольких сервисах PowerPoint, Genial и Prezi и посмотрим, как создавать интерактивные фотографии, какие нужно соблюдать принципы и какие особенности предлагает каждый из сервисов. Так, вижу вопрос. Можно ли встроить вопросы в таймлайн? А как именно они должны выглядеть? Тесты можно, если вы, например, переходите на какой-то отдельный слайд, то внутри этого слайда вполне может располагаться какой-то тест. Или, например, по навигации, прежде чем вернуться на слайд таймлайна, нужно ответить на вопросы теста. Так, с помощью какого сервиса был сделан таймлайн Петергоф? Это не сервис, это именно верстка внутри самого сайта. Нет такого сервиса, с помощью которого можно повторить что-то подобное. Только верстальщик. Ну что ж, в таком случае я с вами прощаюсь. Еще раз напоминаю о том, что презентацию в формате PowerPoint вы можете скачать из материалов этого вебинара. Также можете скачать ее в формате PDF. Я открыла доступ к этому файлу. В правом верхнем углу значок странички с закрытым уголком. А я передаю слово Татьяне Викторовне, пусть она расскажет о том, Вашем смысл. Что дает мне вверх. Я передаю слово Татьяне Викторовне, что будет плачать с партнером,